Как ты узнал, что ты возвращаешься в команду и насколько было сложно влиться в этот рабочий процесс? Да нет, было несложно. Я пропустил все, одну тренировку. Я приехал домой, и мне позвонил начальник команды и сказал, будет на готове. Все, на следующий день позвонил, мне сказал, что приезжать. Я приехал. Несмотря на поражение от Бельгии, многие уверены, что сборная России превосходит Финляндию и обязана ее выигрывать. Как ты считаешь, это мотивирует больше игроков или наоборот какое-то давление создает? Какие ощущения в этот именно момент? Мы спокойно готовимся к этим двум играм. Понятно, и финны, и тайчане хорошие соперники. Не зря финны обыграли Даню не просто так. Ждают очень две серьезные встречи у нас. Поэтому будем готовиться к вспомненной концентрации. Тренерский штаб Станислав Саламович много общается с игроками и перед тренировками. На теоретических занятиях наверняка объясняет те ошибки, которые совершали футболисты. На чем, прежде всего, акцентировать внимание? Что нужно лучше? Наверное, расставляться правильнее в обороне, когда уже низким блоком мы падаем в обороны. Ну и выход из обороны. Все, наверное. У команды есть свободное время, наверняка. Вот с Марио только что такой вопрос давали. Как проводят его футболисты? Ты лично из-за телевизии никуда выходить нельзя. В принципе, как в основном вот это время проводишь? Да, мы восстанавливаемся, процедуры, тихий час. Теория вечера у нас бывает. Да и все. Не сказать, что много времени. Ну отдыхаете, восстанавливаемся? Ну да, отдыхаем, восстанавливаемся, да, процедуры. Как Бельгия и Финляндия считаются разными командами, геометрально, скажем так, с точки зрения стилистики, концепции игры? Как вот подготовка будет отличаться на двойку, по второй игре? Ну, я думаю, что нам матч с финнами мы будем гораздо больше атаковать. Финны, наверное, будут обраняться. Две разные игры будут, но выходить с полной самоотдачей, с концентрацией обыгрывать финны. Ну, Ром, как вообще вот ты лично, когда узнал об инциденте с Эриксоном, тоже всех ребят спрашивают. Когда ты узнал, как вообще это воспринял? Вот насколько тяжело, тем более перед игрой прям непосредственно. Мы узнали после установки на матч с Бельгией. Ехали вот в автобусе на игру. Как же переживали, так немного из-за него. Немножко страшновато даже было, что так вот футболист играл до 30 лет. Вот такая ситуация произошла. Ну, и слава богу, все обошлось с ним. Продолжение следует.